Злые языки говорят, что Эша Диол попала в кинематограф только благодаря родителям, легендарным Тхармендре и Хеме Малинии. Ей ни минуты не приходилось бороться за место под солнцем, ведь в ее жизни с самого детства было все, о чем только можно мечтать. Девочка появилась на свет 2 ноября 1981 года. С юных лет обучалась классическим танцам, а к 20 годам захотела продолжить семейную традицию и стать актрисой. В 2002 году Эша дебютировала в романтическом триллере «Кто спросит у моего сердца» с Автабом Шевдосани. Фильм обернулся полным провалом, впрочем, как и последующие ее работы. «Не ты не знаешь, не я, что подсказало сердце, скажи что-нибудь, верь мне, людские заботы». Да, девушка имела красивое лицо и за свой дебют получила премию Filmfare, но в ней совсем не было той изюминки, которая когда-то была у ее матери. Многие критики тогда писали, что если бы Эша не родилась в знаменитой семье, то вряд ли бы к ней было приковано столько внимания. Невзирая на провалы ее фильмов, она продолжала выпускать по три релиза в год, а в 2006 умудрилась сняться в шести проектах. Ее постоянно сравнивали с мамой и упорно критиковали, ведь дотянуться до уровня Хемы Малини нереально. Эша стойко выдерживала удары. Она и сама признавалась. «Я интересовалась актерским мастерством с самого детства, но мало что знаю об этой профессии. Мне нужно многому учиться. Были моменты, когда я чувствовала, что не могу этого сделать, но настроила себя на позитив. Присоединиться к Болливуду – это полностью мое решение, поэтому я должна стараться». И действительно, через пару лет нахождения в индустрии, фильмы Эши стали лучше. Может быть, потому, что девушка отдала предпочтение мультизвездным проектам. Она снялась в тамильской политической драме Манни Ратнама «Молодость» и в его же хинди-ремейке «На перекрестке судеб». Появилась в первой части франшизы «Байкеры» и сыграла в нашумевшей комедии 2005 года «В водовороте неприятностей». В 2007 году в разговоре с созданием «Шайн Блиц» Эша призналась. «Очень тяжело быть звездным ребенком. Когда я снималась в «Байкерах», кто решила, что если фильм провалится, то я соберу чемоданы и уйду из Болливуда. К счастью, фильм стал хитом». И все же миловидная Эша не выдержала конкуренции с молодыми и талантливыми актрисами, которые завоевывали сердца зрителей бешеными темпами. Аиша Такия, Канган Эронаут, Катрина Каив, Дипика Падукон, Анушка Шарма. Эти девочки были более целеустремленными, а Эша к славе относилась спокойно и никогда не метила на первые позиции. Ее первый серьезный роман случился с актером Автабом Шахдасани. Они были влюблены друг в друга, но чувства остудила мама Эши Хема Малини. Она считала, что Автаб совсем не ровнее ее любимой дочери. Под напором семьи Эша и Автаб расстались. Позже Автаб женился на девушке по имени Нинду Санж, а Эшу выдали замуж за бизнесмена Бхарата Тахтани. Я читала много статей об их так называемой истории любви. Когда стало известно о помолвке, поклонники были, мягко скажем, удивлены и задавались вопросом, а кто такой Бхарат Тахтани. И тогда в СМИ начали появляться сказочные истории о том, что Бхарат и Эша знали друг друга с детства, что Бхарат был влюблен в девушку с начальных классов и до 30 лет ждал, что она обратит на него внимание. По словам журналистов, Бхарат хранил Эше верность, поддерживал отношения с ее сестрой Аханой, чтобы быть в курсе жизни любимой и очень надеялся ее добиться. Однажды Эша взяла отпуск от съемок и уехала отдохнуть к Ниагарскому водопаду. Там ее уже поджидал Бхарат, который признался девушке в любви. Эша сразу же согласилась и они сыграли свадьбу. Потом еще муж нахваливал Эшу, которая хорошо приспособилась к жизни в его совместной семье. Совместная семья – это когда все члены живут под одной крышей. Родители, тети, дяди, братья, племянники. С Бхаратом жили не только его родители, но и семь двоюродных братьев, их жены и их дети. Я лично плохо представляю Эшу с утра до ночи, готовящую на кухне, а по вечерам делающую массаж свекрови. На деле же жениха для дочери нашла Хема Малини. Это был не какой-то там молодой актер, а сын бизнесмена и миллионера. Как раз такой, который сможет обеспечить Эшу безбедную жизнь. В 2012 году отгремела их свадьба. Бхарат занимался бизнесом. Эша вернулась в шоу-бизнес в 2015, став соведущей популярного телешоу «Дороги». В октябре 2017 года Эша родила дочь Радхью. Летом 2019 еще одну девочку, которую назвали Мираия. Когда начался карантин, Эша написала собственную книгу «Мама Мия. Истории, советы и рецепты от одной мамы к другой». Говорят, что она очень хочет вернуться на большой экран, но пока только получилось на маленький. В 2022 году Эша дебютировала в шестисерийном веб-сериале «Рудра. Край тьмы» в паре с Аджаем Девганом, а сейчас готовится к съемкам нового веб-проекта «Невидимая женщина». На сегодня у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. С вами была Мила. До новых встреч!